У Дребинской деревни с вкусным названием Калинка нет даже дорожного указателя. Говорят, ее и на картах ты уже не найдешь. Но у Калинки несколько лет назад началась вторая жизнь, когда здесь появились новые хозяева. Они держат большие подсобные хозяйства и доказывают, что если подойти с умом и желанием, то и сельское хозяйство дает приличный доход, и, что особенно важно, удовлетворение от труда и жизни. О том, кто и как спасает Калинку от вымирания, наш репортаж. Вокруг нас, наша деревня. Поле, лес, дорога. И по этой дороге вольно гуляют поросята с курами. Это отличительная особенность Калинки, где живут всего несколько человек, зато в каждом подсобном хозяйстве животных считают десятками. Показалось мало, начали, купили коров, решили подоить молоко. Купили две коровы, потом месяц подоили, получилось. Купили еще две, подоили неделю, купили еще две. Шесть коров, канадские галштинцы и белорусские черно-пестрые. Самое интересное, коровы очень чистые. Оказалось, их моют керхером. Травцовы обосновались в Калинке лет шесть назад. Решили бросить работу в России и вернуться домой. Случайно купили сельский дом. Завели хозяйство, а теперь оно дает им хороший заработок. Молоко хозяева перерабатывают в творог, сыр и масло и говорят, что их натуральные продукты в или ее ценят. Спрос даже превышает их возможности. Поэтому на будущее весну они разработали бизнес-план. 20 коров и фермерское хозяйство с помощниками. Свободно здесь. Я свободно чувствую себя. Выйти, вот, даже просто выйти из дома, постоять, вот, посмотреть, как, что, пройти, обойти владение. Сосед и родственник Коровцовых живет в агрогородке, а в Калинке у него хозяйство. Есть у нас пашика, подсобное хозяйство, очвини, ну и все остальное. Михаил Михайлович занимается пчелами больше, чем три десятка лет. Мед – его бизнес, и в этом году он в цене, спросом пользуется. Но работы требует большой и знаний тоже. Я люблю пчел и мед. Люблю. И людей люблю. Но не пчелами едиными. Хотя пасека впечатляет. Свиньи у Левицкого гибриды, когда скрещены домашние с европейскими дикими. Таким не страшны холод и осадки, и еды нужно меньше. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Сейчас выгляди, что вы. О, снимай с него, снимаю. Красиво. Значит, прапрадеды, было у них, значит, 33 гектара земли, и было 16 детей. Вот, и вообще работали на земле. Раньше в этой деревне было три десятка дворов, теперь заняты всего несколько хат. Но все же деревенька живет. Какое будущее у Калинки, оно зависит от тех, кто приехал сюда, чтобы жить и работать. Люди, которые хотят вот этим заниматься, вот как мы, сельским хозяйством, они поддерживают деревню. Если бы этого не было, и деревня бы эта уже давно умерла. Я бы не была. Пускай Калинка не умирает. Ну, пускай. Пока мы здесь, да.